Мне вопрос задает Татьяна, учится она на первом курсе у нас, только поступила на первый курс университета ресурсной медицины. Мы на первом курсе учим правильно задавать вопросы и уже начинать находить на них ответ. Но она только поступила, задает вопрос по своей клиентке. Я так понимаю, Татьяна сотрудник массажно-теплового магазина, а клиентке лет 80. И у клиентки свежие, патологические, на фоне гормональной спондилопатии, компрессионные переломы тел в пояснице ломаются позвонки. Причем на МРТ эти переломы свежие, второй, третий степени. Плюс имеется, конечно же, дегенеративно-дистрофические изменения в пояснице. То есть, ну такой давний-давний остеохондроз, спондилартроз. Это поражение суставов мелких в, между позвонками есть мелкие суставы. Толщина связка, в общем, грыжи и так далее. Ну, вопрос как такового Татьяна не задавала, но прислала вот такую выписку, я так понимаю, для комментариев. Что в этом случае? В этом случае, учитывая то, что МРТ ставит заключение, что это все-таки переломы свежие. Плюс есть огромное количество болезней в самопозвоночнике. Есть какое-то гормональное нарушение. Непонятно пока, мне надо его тоже уточнить, дать дополнительные сведения. Но в целом, что точно? Точно рекомендую воздержаться от массажа поясничного отдела. Ну, может быть, нижнегрудного. В течение полугода, полугода, после вот таких вот переломов, когда они наступили. Но где-то нужно понимать время, когда они наступили. Время здесь не указано. До полугода, после переломов в позвонках, после травм, после операции на позвоночнике, мы не рекомендуем, я не рекомендую заниматься никакими видами массажа позвоночника. Это однозначно. После полугода надо принимать решение на основании МРТ в динамике. Там написали на этом МРТ, что нужно все-таки делать МРТ еще и в динамике тоже. Поэтому вот надо его будет сделать по истечению полу, полу, шести месяцев, так? Можно ли до этих, в течение этих шести месяцев что-то еще? Можно, а вот другое можно в оздоровительных технологиях абсолютно все. И пользоваться тепловым ковром. И пользоваться массажерами для сток можно. Даже можно делать в положении сидя-полусидя, но если она может лежать, то и лежа. Массаж шейно-верхнегрудного отдела. Дали от мест перелома. Вот это можно точно так выполнять. Такие вот короткое, короткое мое мнение по поводу присланного МРТ. Но хотя я на такие вопросы студентам и выпускникам не отвечаю. Но Татьяна только поступила, потому публично вот такой ответ я сделал на вопрос Татьяны.